Ну, вообще, конечно же, ситуация отношений с Украиной и с Белоруссией, она будет еще долго для нас болезненная, и еще долго для нас политические дивиденды будут важнее экономических. То есть, вот это стремление, то есть, в Украине есть просто такая простая формула, что степень независимости Украины, это степень, насколько они отдалены от России. И это такой факт. То есть, это вот просто национальные движения в Европе, все это прошли там сто лет тому назад, вот, а мы сейчас это проходим, да. То есть, в конце концов, украинцы демонстрируют, что они готовы к экономическим лишениям, если на карте ставится независимость страны. Вот. Ну, а наша власть решила действительно проверить, насколько вы готовы к такого рода экономическим, значит, это первый вариант. И второй, конечно же, как всегда, в отношениях, как бы, сырьевой страны и страны транзитной существует, ну, такая некая попытка такого честного обмана со стороны Украины, да. Потому что, если ты являешься, как бы, транзитной страной, то у тебя появляется большое количество разного рода возможностей к такому обману. Вот. Я думаю, что это вопрос и ответственности украинских политиков, и ответственности русских политиков. Как бы то ни было, у каждого третьего жителя Украины есть родственник в России. То есть, вот этот фактор, он все равно будет влиять и на украинских политиков, и на русских. Вот. И поэтому, я думаю, что, вот, пройдя через вот эти конфликты, выяснив отношения, выяснив степень готовности одних и других, вот, все-таки наша, как бы, ситуация, ну, как бы, нормализуется, да. С Белоруссией немножко другая ситуация, там личностный фактор, там нет никаких других причин для конфликта, чем конкретно отношения между Лукашенко и Путиным. Значит, это маленькая страна, она вся полностью экономически работает за счет того, что это такой западный форпост. Вот. И я думаю, что как только сменят руководство в Белоруссии, наши проблемы в Белоруссии закончатся. Продолжение следует...